Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу представить ваше внимание недорогое электронное изделие с Алиэкспресс. MP3 плеер с поддержкой TF-карт, она же microSD, который по сути является маломощным усилителем звука и поддерживает динамики до 3 Вт. Если присмотреться, то мы здесь видим слот для элемента питания 18650. Также у нас есть выходы на правый и левый наушники. И видно, что уже на концах провода заложены, осталось только нагреть паяльничек и припаять эти проводки к динамику. Ну и снизу мы видим имеется слот для TF-карты, посредине две бифункциональные кнопки и microUSB-разъем. Также сбоку имеется здесь кнопка ON-OFF, ползунковый переключатель. Кнопки PLAY в данном плеере не предусмотрено, поэтому при нажатии этого переключателя в режим ON, оно же включено, наш плеер автоматически начинает играть. Давайте попробуем сюда вставить microSD-карточку. Хорошо, карточку вставили. Давайте теперь сюда вставим элемент питания. Я заказал на Алиэкспресс вот такой вот элемент питания 18650. Маркируется очень просто. Контакт большего диаметра это минус. Контакт меньшего диаметра это плюс. Также забыл сказать, что на данном плеере есть три светодиодных индикатора. Поэтому, если мы сейчас все правильно сделали и нажмем на кнопку ON-OFF, переключатель должен загореться один из них. Хорошо, батарейка заряжена, мигающий синий индикатор означает, что пошла воспроизведение музыки. Давайте теперь попробуем подключить к нему динамик. У меня есть вот такой вот советский динамичек на 8 Ом. Вот он в соразмерении с самим плеером. Ну и я попробую сейчас подсоединиться к одному из выходов. Ура! Наша штуковина работает. Теперь давайте будем проверять назначение многофункциональных кнопок. Соответствуют ли они тому, что в описании. Я немножко сдвину динамик, чтобы был по центру плеер. Давайте попробуем нажать кратковременно на правую кнопку. Как видим, длительное нажатие увеличило громкость. Попробуем нажать длительно на левую кнопку. Теперь длительно на правую. Попробуем теперь левую кнопку коротко нажимать. Итак, делаем вывод, что длительное нажатие кнопок увеличивает, уменьшает громкость. И, соответственно, кратковременное, это, по сути, переход от одного трека к другому. Ну и осталось последнее испытание, это проверить плеер на наш заряд. Берет он или нет. Я для этого используюсь пауэрбанком. У меня, конечно же, есть фабричное изделие, но я, как инженер-электронщик, не выбрасываю зря элементы 18650 из старых аккумуляторов. И вот спаял вот такое вот изделие на основании дешевой платки питания с контроллером с Алиэкспресс. Ссылочка на которую я оставлю в описании. Подключаемся. Вуаля! Вуаля! Теперь красный светодиод, сигнализирующий о том, что идет зарядка. Итак, какой можно сделать вывод, что довольно неплохое изделие за свои деньги, единственное в нем, конечно же, один из основных недостатков, это то, что данные кнопки, они утоплены, в том числе и эта кнопка. Поэтому надо будет приловчиться, чтобы как-то переключать, если мы вставим данное изделие в корпус. Было бы мудрее сделать эти кнопки на таких же, можно сказать, удлиненных проводах, как и подсоединяются динамики, чтобы можно было ими свободно манипулировать и вставить, например, в корпус какой-то паз или отверстие. Ну и второе из недостатков данного плеера, это то, что здесь нет тонны контрол, как говорится по-английски, или темброблока по-русски. Поэтому нельзя отрегулировать низкие, высокие, средние, только громкость регулируется. Но, в принципе, для создания фоновой музыки, например, когда вы что-то работаете, чтобы послушать, или как молодежь любит по улице ходить под музычку, чтобы не было скучно, этого изделия за свои деньги больше, чем достаточно. Очень надеюсь, что данный ролик оказался для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Огромное спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok